Солидный грант на благое дело. Республика Мариел вошла в число субъектов России, где в пилотном режиме пройдет региональный конкурс «Православная инициатива», который до этого проводился лишь на федеральном уровне. Кто и с какими проектами сможет претендовать на победу в конкурсе? Подробности в следующем сюжете. В наше сложное время одними экономическими мерами решать имеющиеся в обществе проблемы не удастся. В республике в течение многих лет с помощью Ишкаролинской и Марийской епархии получилось реализовать десятки самых разных проектов. Их объединяло одно – они были действительно полезны не только всему обществу в целом, но и отдельно взятым простым людям. Проект «Православная инициатива» призван преодолеть современное равнодушие и замыкание только на собственных интересах. Ведь любые проблемы в нашей стране, как известно, лучше всего решаются всем миром. Республика получит людей, организованных в группы, которые неравнодушны к ее жизни, которые неравнодушны к беде других людей. И вот этот ресурс, на мой взгляд, он важнее, чем привлеченные деньги, потому что деньги могут решить много проблем, но не все. А люди, правильно организованные, практически могут решить все проблемы, которые стоят перед нашим сегодняшним обществом. В конкурсе несколько номинаций, поэтому спектр участников может быть просто необъятным. Это и некоммерческие организации, государственные муниципальные структуры, образовательные учреждения и даже индивидуальные предприниматели. Здесь, правда, надо оговориться, что их проект не должен быть направлен на получение прибыли. К примеру, номинация «Образование и духовное становление личности» затронет приобщение молодежи к православной культуре. Проекты в номинации «Миссионерское служение» привлекут внимание к профилактике экстремизма и пагубного влияния сект и культов, помогут гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Проекты, относящиеся к православному краеведению, будут основаны на воспитании и поддержании патриотизма и любви к своей малой родине. Ну а в следующей номинации очень важна роль средств массовой информации. Речь идет о поддержке социально незащищенных слоев населения. Светство массовой информации – это тот, наверное, духовный такой орган, который должен не расслевать людей, а помогать каждому человеку всегда оставаться человеком, творящим добро, стремящимся к тому, чтобы ни один нуждающийся не был оставлен без его духовного внимания. Я надеюсь, что телевидение в нашем регионе, оно пока еще не так растлилось, останется на своих духовно-нравственных позициях и будет пробуждать совесть человеческую, чтобы мы не утратили то духовно-нравственное начало, которое хранит общество, созидает нас как личности и дает способность всем нам оставаться такими, какими создал нас Господь. Очень серьезной особенностью конкурса станет смешанное финансирование проекта победителя. Их количество, кстати, не регламентировано. Половину средств предоставит фонд «Соработничество», а вторая часть сформируется за счет средств, которые привлекут в проект его заявители. Организаторы конкурса надеются, что на призыв к участию откликнутся все, кто способен на бескорыстие, великодушие и сострадание к ближнему. Остается добавить, что всю информацию об условиях проведения конкурса можно узнать на его сайте, а также на сайте Ишкаролинской и Марийской епархии и в Православном центре.